За 10 дней до открытия вахты возле Кривцовского мемориала зарычали бензопилы. Это ребята из поискового объединения «Костер» приводили в порядок территорию мемориала. А 24 апреля они встречали здесь гостей. Лагерь ставится, ребята еще будут заезжать в течение всех выходных. Открытие выпало на пятницу, не очень, конечно, удобно, но максимальная концентрация достигнет к 28 числу. Сейчас в регионе действует 36 поисковых отрядов. Для участия в весенней поисковой кампании на Болховской земле наши поисковики ожидают приезда порядка 300 коллег из других регионов. Со многими они уже добрые друзья. Одинаковых людей не встречаешь. Вот на вахте, когда знакомишься, то есть общаешься, как бы и дружба завязывается. Вот как мы, например, с вашими ребятами уже дружим не один год. То есть люди все разные. Ну вот цель у всех одна. Такие масштабные мероприятия поисковикам сложно проводить без партнерства и сотрудничества. На протяжении последних лет весомую поддержку движению оказывает партия «Единая Россия». По словам Леонида Музалевского, это очень важная работа в деле воспитания молодежи. Я задавал вопрос, когда началась Великое Отечество и когда она закончилась. К сожалению, не все это еще знают. И вот наша задача не только, чтобы они запомнили эти даты, но самое важное, запомнили, какой ценой далась нам победа. И вот об этом мы все должны помнить. А молодежь – это, наверное, наше поколение, это наше будущее. После торжественного открытия и возложения цветов следопыты разошлись по своим базам, дабы готовиться к поиску, первые плоды которого не заставили себя ждать. Поисковиками сводных поисковых отрядов были посажены несколько рядов березы. Получилась очень такая почетная, красивая аллея. Ну и в период посадки был обнаружен верховой боец в нескольких шагах от Кривцовского мемориального комплекса. Впереди у ребят еще 12 дней поиска. А торжественное перезахоронение поднятых бойцов состоится здесь же, в Кривцово, 8 мая. Олег Рудаков, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.